Дону Корнео Однако остались еще небольшие моменты, которые нужно вам показать здесь. Например, если мы придем сюда от рынка у стены, то мы можем отдохнуть в комнате, в которой отдыхал Клауд, когда ночевал у Айрис. Ну, давайте отдохнем, как раз восстановимся. Услышим прекрасную мелодию. Хорошая. Так, я считал своим долгом показать вам это, уважаемые зрители. Здесь все. Теперь есть еще один забавный момент, который я нашел еще раз, исследовав каждый уголочек здесь. Если здесь мы попытаемся открыть холодильник, то услышим от хозяина «Эй, тебя что, мама не учила не вламываться в дома людей и открывать их в холодильнике?» Так что тут не только можно купить какие-то полезные вещи, собственно, здесь тоже все. Теперь нам осталось отправиться на рынок у стены, поговорить там с каждым, с кем мы еще не разговаривали. И двинемся дальше по нашему приключению. Да, сейчас как раз можно будет увидеть вторую форму этого монстра. Я специально не буду его сразу выносить. Это «Адский дом». Вот так вот он раскрывается. И его атаки становятся сильнее в такой форме. Вообще, конечно, ужасный монстр... Вот он лимит хорошо наполняет. Это да. Ужасный монстр в том плане, что от него очень мало дается опыта. Дается 250 гили от него, это неплохо. Но вот если вот здесь слабыми персонажами, то убить его будет не так просто. Сражения с ним будут длительные. В общем, утомительно. Еще раз пробежимся по этой площадке. Постоим рядом с этой горкой, на которой сидели Айрис с Клаудом. Так, огромные массивные ворота, ведущие в сектор, закрыты. Итак, мы возвращаемся сюда, к рынку стены. И теперь не спеша поговорим со всеми. Эй, вы двое, почему бы вам не отдохнуть? У нас прекрасная комната, ну так что? Добро пожаловать. Комната 10 гиль за ночь. Здесь мы еще не ночевали, поэтому можем переночевать и здесь. Большое спасибо. Пожалуйста, заходите еще. Зайдем непременно. Так, здесь очень компактный туалет. Здесь... Ага, это зеркало. Это зеркало в той комнате. Здесь какой-то склад. Сейчас у этого автомата мы уже ничего купить не можем. Здесь две кроватки. И вот эта вот под стеночкой, мне кажется, довольно уютная. Самое главное, чтобы ящик подвешенный на ней не упал вам на голову ночью и не размажил висок. Так, вот это кому-то менее уютное. Наши герои, наверное, все-таки отдыхали здесь. Хотя, если пока их двое, они могли и уютно расположиться в соседней комнате. Однако, вот в этой комнате хорошо лампы так на кровать направлены. Наверное, здесь можно хорошо предаться чтению. Так, человек, который дал нам членский пропуск исчез. Нам нужно снова... Айрис, спасибо за цветок и один гил. Я сохраню его, засушу и буду носить на удачу. Все это мы уже видели. Вот это мне больше всего нравится, что Айрис смогла за себя постоять. И просто всякое хулиганье построить. Пора закрываться. А я просто засыпаю. Не пустите уже. Сэр, все в порядке? Взгляни, Айрис кажется такой одинокой. Да, мы больше сюда не войдем. Поэтому хорошо, что мы все осмотрели. Получили все, что нам нужно. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Так, давайте осмотрим эту комнату. На ее потолке красуется мощный машинган. Пипипипипипип. Ого! Сломано. Клауд вовремя отскочил. Иначе мог бы остаться на полу с дырявой головой. Но вообще, это не простая комната, ребят. Я не хочу спойлерить. Но мы сюда вернемся. Обязательно вернемся. И парень, а твоя цыпочка ничего. Так, этого оболтуса мы уже слышали. Не проходите мимо. Мы не проходим мимо ни одному заведения. Еще раз зайдем сюда. В аптечный киоск. Посмотрим, что нам нужно пополнить из запасов. Перед тем, как двинемся далее. Можно докупить немного зелий. Но противоядий у нас и так много. Люблю круглые цифры в Final Fantasy. Либо же цифры кратные пяти. Поэтому, как правило, подгоняю расходные наши предметы. Вот такие числа. Вот здесь вот тоже какой-то такой интересный фастфудный бизнес в маленьком шалашике буквально. Держись подальше от кухни. То самое место, когда внутри больше, чем снаружи. Мы можем вот дальше еще пройти. Мы сюда не проходили. Блин, не подкрадывайся со спины. Сегодня я получу еще аптечный купон. Я всегда беру особое. Я всегда беру особое. Так как кто из вас... Это благодаря дону мы можем так питаться. Ну, мы можем еще что-то здесь покушать. И в этот раз порция корейского шашлыка. Также за 70 гилей. Аромат свежего мяса уже наполнил это помещение. Клауду подают. Вот, пожалуйста, приятного аппетита. И что же? Собак и то лучше кормят. Спасибо вам большое. Второй раз аптечный купон мы не можем получить. Но давайте, раз уж мы здесь, то съедим еще и особое, наверное, нужно зайти и выйти. Точнее, не особое, а суши. Тарелку суши. Ну и без комментариев. Все, мы все три блюда здесь съели. Клауд еще будет долго вспоминать их вкус. Кушать еще рановато. Зайдите попозже. Мне очень жаль, но все продано. Ничего не осталось. Так, о, что мне делать? Может купить этот? Вообще, я люблю очень магазины деловой одежды. Я там могу часами проводить время. Мерять разные пиджаки, смокинги, галстуки, рубахи. Вот это по мне, ребят. Ты готов переодеться? Пока нет. Не толкайтесь, хулиганье. Похоже, что да. Ну давай же, примерь. Так. Ну, похоже, у нас полный комплект. Одевай, посмотрим, как оно на тебе смотрится. Нам нужно будет еще потом попробовать поговорить со всеми местными. Когда Клауд будет переодет, вот это будет тоже интересно послушать. Всякие реплики. Здесь столько уютных уголочков. Можно было сюда, конечно, наложить всяких предметов. Хотя бы обычных зелий, там, эфиров, палаток. Ничего здесь нет, ребят. Это просто мусор. Неужели нельзя его убрать куда-нибудь? Все это принадлежит владельцу оружейного магазина. Он собирает всякие вещи и складывает их здесь. А, ты имеешь в виду того барыгу, у которого в магазине танк стоит? Но, в любом случае, как на это не посмотри, это все равно мусор. Это просто мусор. Неужели нельзя его убрать куда-нибудь? Так, диалог идентичный. При разговоре с любой из этих дам. Посмотрим, что у нас тут. В тренажерном зале. Береги его. Вступай в клуб. Тренируйся с нами. Подписывайтесь на Виртуозила Game World. Наслаждайтесь прохождением стопроцентным. Стопроцентным. Вместе с нами. Хорошо, один, два, три. Не сбивайтесь с ритма. Я делаю все, что в моих силах, братан. Вот так. Да, это тот самый диалог, который, думаю, что мы не сможем услышать, если не загрузимся. Оказывается, можно. Fight. Написано на коврике. Так, здесь еще части какого-то киборга. Магазин машин-ган. В нем я купил уже оружие, ребят, потому что я, конечно, ходил прокачиваться. И, кстати, можно несколько слов об этом. Айрис докачал до 20 уровня. И получил уже второй лимит дыхания земли. А, собственно, что он дает? Дает он излечивать негативные статусы всех союзников. Но, по-моему, так ветер исцеления гораздо практичнее. Наполняется он быстрее. Можем посмотреть, что здесь есть. Вот мифрил жезл я купил. Стальной кулак. Это тихия. Штурмовик у нас был. Даже не пришлось покупать. Ну, титановый на руч тоже был. Мифриловые купили и одели. Как раз в мифриловых на ручах есть спаренные слоты материи. Вот так. Так что теперь у нас тут только молния бесхозна. Остальное все качаем. Одна из молний. Вторая, конечно же, прокачивается. Так, ну теперь местная пивнуха. А потом... Неужели? Так, вне зависимости от того, с кем говорить. Ничего себе, тут какой-то ядерный взрыв. А может быть, это как раз транслирует взрыв реактора МАКа бывший. Ничего не поменялось. Эти диалоги мы, ребят, видели. Здесь еще есть место. И здесь огромная высокая стена, бетонная, на которой просто красуется граффити лавина. На английском языке. Вот так вот. Таким образом повстанческая группа протестует, дает, заявляет о себе населению трущоб. Посмотрите, тут оказывается еще и телик какой-то стоит прямо на улице. Я и не видел его сразу, если честно. Никогда не присматривался. А ведь... Столько мелких деталей интересных. Очень классная локация. Правда, очень. Много было труда вложено, видно. Подружка, говоришь, мне это нравится. Так, это мы тоже видели. Так. Так. Ну что же, сейчас мы можем сохраниться. И давайте подведем итог. Мы с вами вот за 12 частей прохождения достигли определенного прогресса. Я думаю, что можно смело сказать, что на этот этап игры мы сделали все на 100%. Следовательно, можно в виде итога сделать здесь таких два основополагающих сейва. Вот на два нижних самых слота. Все, они здесь будут долго-долго-долго. Потому что если вдруг мы что-то упустим, мы сможем к ним вернуться. Если же вы можете сказать, что мы что-то упустили до этого момента, пожалуйста, сообщайте об этом в комментариях. Но вряд ли это может быть. Потому что мы делали все на 100%. Так. И у нас еще есть сейвы. Вот даже если на нижнем уровне платформы я его оставлю и сохранюсь. Давайте. Сюда. И сюда. Все. Вот таким образом. Теперь. Можно идти переодеваться. И мы сюда уже в ближайшее время не вернемся. Хорошо бы. Посмотреть, что у нас тут с персонажами. До следующего уровня далеко. Лучше я уже выйду и буду качать их где-нибудь на кладбище поездов дальше. Ты готов переодеться? Хорошо. Я готов. Мы это уже читали, поэтому я скроллю эти диалоги. И ждем, пока Айрис оденется. Заметили, как, какой наряд выбрала Айрис для этой встречи? Это элегантное, красивое вечернее платье. Но в то же время оно не было вызывающим или пошлым. Насколько можно различить. Вроде бы нету там какого-то глубокого декольте. И обнаженной спины или еще чего-то. В целом это все еще раз подчеркивало истинную сущность Айрис. Хорошую такую сущность. Вот. Даже она проявилась даже в выборе такого наряда. Давайте попробуем поговорить со всеми. Может где-то диалоги поменяются. Так, еще раз, если мы выходим, то... В общем, Айрис говорит нам то, что мы читали. Что в таком виде, наверное, не стоит. Так. Спать в этом платье не очень хочется, потому что в помятом... О, вот видите, здесь другая реакция. Вау, эй, принцесса! И все эти... Забавно, эти жесткие, торчащие в разные стороны волосы. Они кажутся мне знакомыми. Эм, я... Эм, я Джонни, привет, как дела? Да я общаюсь только с симпатичными. Хм, а ты, похоже, из них. Ты просто великолепна. Ну, молодые девушки, мягкая кожа, настроение сразу поднялось. Ммм, скулистая, тренируешься. В общем, все их комплименты, на мой взгляд, если я был девушкой, показались бы мне... Весьма унылыми. Как Клаутос отскакивает в этом виде. Так, давайте посмотрим. Ну, покупать вряд ли что-то можно другое. Давайте посмотрим, что здесь говорят. Вот, смотрите, простите, мест нет. Пожалуйста, приходите в другой раз. Видите, не стали прорисовывать, как Клауд в форме девушки садится за этот стул. Ням-чав-ням. Ням-чав-кням. Ням-чав-кням. Ну, дальше мы читали. Да, забегаловка пользуется очень хорошим спросом здесь. Эй, красавица, у меня есть для тебя отличное деловое предложение. Иди к Дону, и тебе улыбнется. Удача. Если мы пойдем к Дону, то мы сделаем с ним то, что обычно делают с котами, когда их покупают для довашнего пользования. Мне очень жаль, но все продано, ничего не осталось. И, конечно, котов в таком случае жалко. Я вообще не сторонник и противник того, чтобы так издеваться над животными. Тем более над бедными котами, лишать их полноценности. Но вот что касается Дона, это в самый раз. Хм, это просто здорово. Ты странный. Хм, хорошо, тебе идет. Здесь все тоже. Давайте зайдем в спортивный зал, посмотрим, может быть. Там кто-то тоже что-то нам скажет интересное. Хм, неплохо. Так, ну здесь реплики не избились. Большой брат, как тебе? Понятно, ты весь занят спортом. Но девушки потом. Посмотрим, что будет в этом более уже в престижном баре в сравнении с той палаткой. Сколько он там еще просидит, интересно. Здесь есть еще один обыватель, я даже не показал вам, по-моему, что он говорит. Ну, чего тебе и ни слова про то, на что это похоже. Ну, такая же реплика, я помню, я с ним разговаривал. Все, ребят, запомните рынок у стены таким. Мы отправляемся далее. Далее в приключение. Под названием Final Fantasy VII. И оно будет великолепным. Уж вы-то хорошо это знаете. И без меня. Черт, а твоя подружка та еще штучка. Заходите, заходите. Две дамы к Дону. Эй, дамы. Я пойду сообщу Дону, что вы пришли. Ждите здесь, никуда не уходите. В детстве ходила легенда... Айрис, это наш шанс. Нужно выяснить, где Тифа. Легенда среди ребят нашего двора, у которых было PlayStation, была она всего у одного человека. Его звали Александр. Мне с ним вообще всегда было очень интересно говорить о финалке. И он тоже очень ее любил. Ну... Был еще другой двор, куда я ездил. Там тоже были ребят, с которыми можно было поговорить. Суть в том, что была легенда, что вот этот сундук с бубной можно как-то открыть. Может, это действительно так, но я не знаю. Конечно же, это, наверное, очередная легенда. Но, в общем, выглядит он симпатично, правда? Мне он всегда нравился. Так, тут типичная японская атмосфера, интерьер, убранство. И здесь у нас закрыто, как мы помним. Кабинет Дона Корнео пока тоже недоступен. Давайте не спеша будем спускаться, чтобы не перецепиться, не покатиться и не порвать платье. Вот забавно, конечно, этот момент, когда Тифа говорит, интересно, что бы сказал Барретт, если бы увидел тебя таким, вот так и и написали. А, конечно, было бы интересно придумать какие-то реплики, зная нрав и характер Барретта. Тифа. Приятно познакомиться, я, Айрис. Кстати говоря, в японском языке, по-моему, ударение надо ставить на А. Тифа. Ну, может быть и не так, но по-моему... По-моему, так. Клауд много рассказывал о тебе, а ты... Эй, Клауд был с тобой в парке. Ну, всё, мы это читали, ещё раз уже читаем, ребят, раз мы здесь. Точно, Клауд и я. Ох. Не волнуйся, мы только встретились, это ничего не значит. Что значит не волнуйся? О чём? Нет, не пойми неправильно. Клауд и я выросли вместе, ничего больше. Бедный Клауд должен стоять здесь и слушать, как мы называем его ничем. Да, Клауд? Клауд? Айрис просто смеётся и ничего не говорит. Давайте заберём этот эфир. Он так привлекательно здесь лежит. Клауд? Почему ты так одета? Что ты делаешь здесь? А не важно, что случилось с тобой после падения. Ты поранился? Не так быстро, дай мне ответить. Я одет так, потому что не было другого способа сюда попасть. Со мной всё в порядке, Айрис выручила меня. Ох, Айрис выручила... Тифа, объясни, что ты здесь делаешь? Ах, да, эм... Я просто закрою уши. Пожалуйста, продолжайте ваш личный разговор. Я рада, что ты в порядке. Спасибо, что случилось. Когда мы вернулись из реактора в секторе 5, мы увидели странного мужчину. Барретт схватил его и выводил из него информацию. Тогда и всплыло имя Дона. Верно, Дон Корнео. Барретт сказал мне не приближаться к этому развратнику. Но кое-что беспокоило меня. Понятно, и ты захотела услышать историю лично от Корнео. Ну, внутрь я попала, но застряла тут. Корнео ищет себе невесту. Каждый день ему приводят трёх девушек. Он выбирает одну из них. И затем... В любом случае, я должна быть девушкой на сегодняшнюю ночь. Простите, но я подслушала. Если у нас есть три девушки, то проблем нет, правильно? Наверное, но... У нас есть две, так? Нет, Айрис, я не могу втягивать тебя в это. О, то есть если Тифа в опасности, то это нормально. Нет, я не хочу, чтобы Тифа... А может не стоит? Я выросла в трущобах и привыкла к опасностям. Ты доверяешь мне? Да, спасибо, мисс Айрис. Зови меня Айрис. Эй! Время пришло, дамочки, Дон ждёт вас. Я же сказал вам не разбредаться. Сколько повторять можно женщины? Шустрее. Я думаю, что нет надобности спрашивать, но другая девушка... Это я, да? Ты прав, тебе не нужно. Было спрашивать. Ха-ха, знаешь, а ты выглядишь неплохо, если не присматриваться. Мне интересно, что сказал бы Барретт, если бы увидел тебя заскринить. Они заподозрят что-нибудь, если мы не поспешим. Ну, спешить некуда, нужно одеться. Тифи хорошо бы одеть стальной кулак, нефриловый на ручку. Да из материи поставить молнию. Дон ждёт в своей комнате. Ха-ха. Выйти уже нельзя. Поэтому прямиком к Дону. Я хотел поговорить с ними, но нельзя. Хорошо, девочки. Встаньте перед Доном. Всё это мы уже тоже читали, ребят. И читать реплики. Дона особо неприятно мне. Пролистаем это всё. У-у-у, я придел решения на ночь, я выбираю. Эту крепышку. Вот здесь мы остановились. Эй, минуточку, то есть, ах, это так неожиданно. О, мне нравятся крошки с норовом, да. Вы можете отдохнуть. Да, господин, спасибо, господин. Пойдём, моя прелесть. Ах, мы наконец-то одни. Ну что же, кошечка, иди к папочке. Так, надо посмотреть, можем ли мы уйти. Уху, не стесняйся, теперь мы одни. Блин, я даже всем своим мужским нутром ощущаю дикое отвращение. Представляю, каково девушка вот этого жирного, озабоченного типа. Типа, так. Интересно, что написано на иероглифах, вот на, не знаю, как эта штука называется. На светильнике. Может кто-то расшифрует, кто-то может из вас знает японский. Это будет вообще интересно, очень правда. Так, ну здесь видим, что комната специально приготовлена для оргий, и даже есть специальные софиты. Мы взяли, кстати, там... Что мы взяли, хипер, да? Наверное, вот это вот мы взяли, я уже даже не успел прочитать. Если что, будете знать, что там он есть, а закрывать его. А теперь далее. Ты так милаш, что я никогда не устану любоваться тобой. А я тебе нравлюсь? Эмм... Я тебе не нравлюсь? Тогда у тебя есть кто-то другой, да? Да, его имя Барретт. Тут-то не важно, что отвечать. Невозможно. Хм, Барретт звучит знакомо. Ты знаешь его. Он один из тех, о ком ты пытаешься разузнать. Ты ведь знаешь о лавине? Ох, да-да, сектор 7, трущобы. Но откуда ты знаешь это? Парень, ты обманул меня! Кто-нибудь сюда! К сожалению, никто не придет помочь тебе. Вы же те самые девушки. Что происходит, черт подери? Заткнись. Теперь вопросы задаем мы. Что разузнали твои помощники? Говори. Если ты не скажешь нам... То я вырву это из тебя. Нет, только нет, я расскажу. Я все вам расскажу. Итак, говори. Я послал их искать мужчину с рукой пулеметом, но мне приказали это сделать. Кто? Нет, если я скажу вам, меня убьют. Говори. Если ты не расскажешь нам, то я вытащу это из тебя. Аааа, это был Хайдеггер и Шинры. Хайдеггер, глава департамента общественной безопасности. Глава департамента общественной безопасности. Ты сказал Шинра? Что они задумали? Говори. Если ты не скажешь нам... То я выбью это из себя. Это тоже прекрасный скриншот. Наша команда. Здесь выглядит потрясающе. Вы ведь серьезно, да? Боже, боже, боже. Ну я тоже не валяю дурака, знаете ли. Шинра пытается раздавить маленькую повстанческую группу, называемую Лавиной, и собираются проникнуть в их убежище. И они действительно собираются раздавить их в буквальном смысле, сломав опоры, держащие плиту над ними. Сломав опоры? Вы же знаете, что случится. Плита сделает бух, и потом будет бам! Я слышал, что их убежище в трущобах сектора 7. Я рад, что оно не здесь, в секторе 6. Они собираются свереть с лица земли трущобы сектора 7. Клауд, ты пойдешь со мной в сектор 7? Конечно, Тифа. И вот здесь вот прекрасно раскрывается истинная сущность Шинры, которая вообще не ценит не то, что одну человеческую жизнь, в принципе не ценит этих людей, не считает их за людей. И для того, чтобы уничтожить небольшую повстанческую группу, которая угрожает исключительно их благосостоянию, их кошельку, их власти, Шинра готова, просто не раздумываясь с рестрицей земли, целый сектор трущоб с тысячами жизней, с тысячами судеб, и, в общем, это очень ужасно. Конечно, Тифа. Секундочку. Заткнись. Нет, подождите, это займет всего секунду. Как вы думаете, почему такой мерзавец, как я, рассказал вам всю правду? Ну, какой бы ответ мы не выбрали, исход будет один, поэтому выберем верный ответ, наиболее подходящей ситуации, потому что уверен в своей победе. Уху, правильно! Так, ну и этот подонок остается там, а наши герои проваливаются куда-то вниз. И действия переносят нас в штаб-квартиру Шинра, прямо в главный зал к президенту. Как идет подготовка? Их! Ха-ха-ха-ха! Гладко, как по маслу! Я подключил к делу турков! Президент, мы действительно собираемся это сделать, просто чтобы уничтожить группу из нескольких человек? А в чем дело, Риф? Хотите выйти из дела? Нет. Но как глава департамента развития городостроения, я принимал участие в строительстве и функционировании Медгара, поэтому... Ривни валите личные проблемы в общую кучу дерьма! Кроме того, мэр высказался против. Мэр! Дом просто сидит в этом здании и с целыми днями жрет! Это мэр, по-вашему? А теперь, если вы позволите, сэр! Вы устали. Почему бы вам не взять пару выходных и не съездить куда-нибудь? Мы уничтожим сектор 7 и сообщим, что это дело рук лавины. А затем корпорация Шинра начнет спасательную операцию. Хе-хе-хе, идеально. Какой же типичный сценарий. В наши дни он также прослеживается. Ничего нового. Итак, мы попадаем в коллекторы. Ты в порядке? Да. А вот здесь вот я, ребят, допускаю ошибку. Эх, здесь, по-моему, нужно было сначала заговорить с Тифой. Я просто машинально про это забыл. Для свидания с Барреттом, следовательно. Следовательно. Нужно будет мне все это переиграть. Блин, это ужасно. Так, тут еще биты вас боссом предстоит. В общем, я тогда все это самостоятельно переиграю. Надо, кстати, скорость боя уменьшить, а то я прокачивался. Примечательно, что его каст нанес больше всего урона ему самому. Сейчас посмотрим, что лучше всего на него действует. Конечно же, огонь. Наверное, еще одного огня. А Тайрис должен хватить. Точно. Теоретически можно пропустить это место, но... Вдруг не хватит очков потом? Лучше не стоит. Поэтому давайте посмотрим, как у нас далеко сейф. Сейф, наверное, кстати, уже будет на поверхности. Тут еще и материя стил у нас лежит. Пока я его даже, наверное, не буду брать. У меня сейчас общая материя стоит у Айрис, чтобы она набивала себе монстров и тем самым прокачивала лимит. Так, это уже выход? Или еще нет? Нет. Тогда... Вот это должен быть выход на кладбище поездов. Успеем, успеем, успеем. Без боя, да. Да, и здесь сразу точка сейва. Ну что же, ребят, тогда я дойду, наверное, сюда самостоятельно. Заговорю сначала с Тифой, как и нужно. Давайте посмотрим, какие здесь есть враги. Хотя сюда можно будет и спуститься в итоге и показать вам их все равно. Здесь их не так много разновидностей, но в любом случае познакомиться с ними нужно. Цизарь. Кто? Кому-то хватило, кому-то нет. Вот так вот он улыбается. Можно сделать скриншот. Вот здесь, правда, вверх мы уже не поднимемся. Ну да. Вверху там материя. Я тоже ее возьму. Ну, хорошо, такой у нас получилась 12-я часть. Было приятно провести это время вместе с вами при прохождении Final Fantasy. Тогда встретимся уже в следующей части. Когда будем наверху, на кладбище поездов, обязательно возьмем материю. И там еще лежала бутылочка. Я также скажу, что там было. Все, друзья. Спасибо, что посмотрели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...